Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Десмантл. Мы с вами чудом оказались, собственно, в третьей северной локации, в которой мы сейчас откроем с вами башню связи и направимся, наконец-то, в северный Кёрсфилд, потому что, оказывается, я долблюсь в глаза, естественно, вот он, мать его, сияет. Потому что здесь есть южный Кёрсфилд, а здесь, собственно, северный. Единственный нюанс в том, что к нему нам проще всего будет попасть... Ммм... Похер из какой, по сути, но любая вышка подойдет для того, чтобы мы вот сюда пробежали, потому что здесь мост перебит, здесь мост надо будет восстановить, чтобы мы могли быстро переходить, ну, короче. Суть ясна, куда нам надо двигаться, но сначала откроем. Я напилил еще дополнительно материалы, здесь я выбрил все, что было. Зданий здесь больше нет, ну, кроме кирпичных, к сожалению, кирпич я пока оселить не могу. Но в целом, вроде, пока справляемся. Так, дружочек, давай. Тык-тык-тык-тык-тык. Опыт. Пасибочки. Так, не гавкай. Давайте, пожалуйста, только здесь больше, без приколов, чтобы мы сразу добрались до точки. И спокойненько пошли дальше. Так, шкуры нужны. Мне уже не нравится, как оно расположено, но там вроде может пройти. Закрой поддувало. Спасибо. Так, проверяем. Да, все рабочее. Супер-дупер. Я там, по-моему, сталь видел, кстати. Я нашел, кстати, еще один источник стали. Это эти лэпы. Столбы с, собственно, проводами. Каким-то чудом они дают нам сталь. С чем я, в принципе, согласен. Так, кибернус. Есть, давай. Башня связи еще одна открытая. То есть у нас вот эта вся линия у нас с открытыми башнями связи. Что в целом очень даже хорошо. Так, грейдить мы пока ничего не будем. Давайте я вот это заберу, Баренька. Не то грозила ж собака. Ой, не то грозила. Да, не пи... Еще пихает. Ты глянь на это говно мелкое. Так, все, можем уходить. Быстрое перемешение. Мы летим, получается, нам вот в эту точку. Что отсюда? Что отсюда? Ну, отсюда, наверное, чуть дольше. Давайте отсюда побежим. Нам надо бежать вниз. Вскрыть, собственно, все моментики. Было бы неплохо еще здесь разгрузиться, молясь. Давай, забирай. Так, проверяем, какой маршрут отсюда. Через развал, через мост, через КПП и тупо вниз. Все очень просто. Пока ставим на мост. Там уже будем от этого плясать. А можно, пожалуйста, да? Немножечко вскрыть проходится. Как оказывается, забрать эти, собственно, проклятые... Как они называются? Топливные ячейки. Это довольно длительная миссия. Я вообще думал, что мы за раз все сможем собрать. Но, видимо, нет. Ну, стоп, как я здесь оказался? Как я... Что? Я на задание пошел вместо метки, что ли? Ясно. Не суть. Не столь важно. Нам еще и рыбу, кстати, выловить надо. И опять собрать урожай. Потому что, что того, что того добра у нас целая куча. И с ним надо что-то делать. А в нашем случае надо будет кучу всего еще приготовить. Что такое? Какой-то бессмертный куст абсолютно. Так, проходим сюда. Это у нас жилищный проект. Я думал, что я опять потерялся. Все, вроде бы же на флаг бегу. Вроде бы все хорошо. Но нет. Так, здесь какая-то гигантская глыба. Мы ее оставим. Ой, давайте как-то сами тут. Не-не-не-не-не, без меня, без меня, товарищ. Мы с вами еще успеем пообщаться, но не сейчас. Так, здесь у нас, по-моему, вся зона открыта. Поэтому мы можем просто смело бежать в центр. Я думаю, что все получится. Что за звуки? А, это волки. Это волки, это ничего страшного. Так, можно здесь кабанчиком. Да-да-да, через сугробы, через все эти проблемки. Да, следовали. Правда, что мы опять в теплый край вернулись. Это не совсем хорошо. Перегреваться будем. Так, 29-й костер есть. Теперь нам надо найти здание, похожее на полицейские у тебя. Да, ёпперес. Это что у вас здесь... Что у вас за движ? Гранейт. Помоги с пацаном. Гранейт-то помогла, но при этом мне в харю немножко зарядило. Это было неприятно, сразу скажу. Все-все-все-все-все. Хватит. Гранату всегда держим под рукой. Вот эта хрень похожа на полицейский участок. Там тюрячки есть. Там есть шкафы, есть гараж, да? Вот это схоже на то, что нам надо. Так, вот это говно надо убрать только, чтобы мы тут не шастали вокруг да около. Ибо зачем, когда можно не шастать, правильно? Заблокированы здесь. Ах, ты ж говно собачь. Да сколько у вас здесь шаст? И гаража у вас все закрыты, да? Я понял. Вы хотите, чтобы я тут круги помотал? Куда ж без этого? Умри, пожалуйста. Тук-тук, кто здесь? Так, что у нас здесь есть? Надо будет все ящики перерыть. Я, конечно, понимаю, что здесь большинство будет ненужной какашкой, но это не столь важно. И весь этот город я потом снесу. В конечном итоге это все приведет к тому, что я снесу город. Так, железо. Здрасте. Та, бей меня сколько хочешь вообще. На всей территории у вас строительства, не выходите из дома. Окей. Самое забавное, что я больше не вижу место хранения. А, вот, добрый день. Исправитель учреждения, клюшек найден. Значит, мы вас всех освобождаем. Здесь я быстренько... Что? А. Вопрос понял. Кого ты там опять ешь? Ладно, хочешь, ешь. Не буду тебя отвлекать. Так, теперь нам нужно вернуться. И дилемма вот в чем. Нам реально проще пешком бежать. Вот в чем комичная ситуация, потому что у нас... Здесь вышка в центре, да. Нам проще добежать. Не хватает тпшек на ближайшую вышку, на самом деле. Это бы упростило жизнь. Конкретно так... Не надо. Оставьте себе, пожалуйста. Самое смешное, что я заметил на юге, во всяком случае, когда мы были. Была очень странная ситуация, что... Собака все-таки убивает зомби, которые периодически за нами бегают. И это приводит к очень странной ситуации, потому что когда я повторно пробегаю в той же локации... Так, давайте сразу зажгу. Когда я пробегаю повторно в одной и той же локации... То я, собственно, постоянно нахожу лут с этих мобов. Особенно, если это легко отследить, если у них выбран был режим полноценной смерти. То есть, что они дропали бусины. И вот на юге, я как раз когда бегал, была ситуация, что на берегу, там, где возле мостов надо было пробежать... Я назад пробегал повторно, и там просто хер вот туча бусин валяется. При том, что я там никого не убивал. И это очень достаточно-таки удобненько получается. Жаль, правда, что несколько собак нельзя взять. Это был бы уже, грубо говоря, автономная группа уничтожения. Стоп, здесь что-то есть. Молодец, сейчас потрогаем. Хер в агорокружек. Почти два стак. Нихера себе. Не знаю, зачем столько, но ладно. Есть и есть, правильно, что бухтеть. Тут еще камня сколько, гляньте. Короче, в зимний бион надо бежать, если что, за камнем. Пошу, куда пошу. Если что, надо бежать сюда за камнем. Это прям стрелочка, типа, или что? Это было бы забавненько. Так, козленыш, уйди, пожалуйста. Не до тебя вообще. Абсолютно. А тут обойти можно? Да, тут стена. Стоп, за мной волк бегает. Я даже не забейся. Давай сюда. Нам надо бы понаходить, кстати, этих полубоссов, этих проклятых. Ну, либо гробницы, потому что у нас мана уже заканчивается. Нормальная мана, которая. Так, волки воют, мы приперлись. Так, рассказывайте. Чик-чинь. Баляха тут заблокирована. Тут ничего нет. Тут заблокирована. Награду получили. Тут мы можем зайти сюда и пройти сюда. Это все я тоже попозже вычищу. Чтобы мы сейчас не отвлекались. Так, быренький проход, быренький проход. Умри. Нормально, нормально. Так, теперь проверяем выход у нас где. Выход у нас аж там. Здесь нам надо зайти сюда. Чтобы зайти сюда, надо обойти всю петлю. И вот здесь мы проходим. Ребятки, гранатку хотите? У меня есть. Так, спокуха. Нормально. Потери небольшие. Тут открывается, тут открывается. Аллилуйя. Бляха, здесь автоматон, у меня хп нет. Только не запускай сразу. Раз этот смайлик такой. Хм. Что же делать? Так, давайте быренький хп восстановим. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Так, восстановление нам по сути будут периодически давать. Единственный нюанс какой есть. Мы можем закинуть сразу мины. Держи. Вообщем, он сразу активировался. Он в целом не особо передвигается на самом деле. И бить его вручную, тоже плохая идея. Поэтому давай, проснись, шифернись. Ну, кстати, не самая плохая идея. Так, держи. Раз, два, три, четыре. Отлично, мы его переключили. Собираем гранаты. Только давай пока без ракет, пожалуйста. Собака, продолжай грызть. Не останавливайся. Раз, два, еще. У этого новые обстрелы. Минометные. Катись, катись, катись. Нормально. Нормальненько. Блях, он сейчас в третью фазу перейдет. Сейчас перед третьей фазой надо насобирать как нужно больше. Нет, собака, зачем ты в третью фазу? И упирь. Сейчас будет еще больше миномета, по всей видимости. Так, кругляшки начинаются, что я тоже не фанат. Он, кстати, только на полкруга стреляет, да? Это интересно. Собака, продолжай, продолжай грызть. У тебя все получится. О, щит. Держи похаре. Хераси увернуться, прикиньте. Так, извлекаем носу дорогушу. Давай сюда, ману, давай сюда. Восстановление тоже пусть будет. Congratulation. Мы забрали северную еще одну ячейку. Не уверен, стоило ли оно того. А тут быстрого перехода нет, да? А вообще-то хотелось бы, если что. Хотелось бы, чтобы был. Ну, мы его здесь, по-моему, могли бы пробить, да? Или я уже пробил? Так, здесь перехода точно нет. Короче, здесь все надо сбрить. Оно выглядит, что куча мелкого разного лута, но на самом деле полезности здесь куча. Вот, быстрый переход. Ну, это, если это можно назвать быстрый переход. Так, все, сюда отгружаем. Замечательно. И теперь нам нужно вернуться, по традиции. Вернуться на вышку, тпшнуться туда, загрузить ячейку. Для того, чтобы мы уже были с чувством выполненного долга, скажем так. Шо? Тут минус 29. В какой-то одной аномальной зоне. Окей. То есть нам еще повезло, что мы в правильных зонах ходили. Так и записываем. Нам все равно на север еще раз идти за другой ячейкой. Поэтому, как бы, я думаю, что мы еще все морозы ощутим. У нас там есть один местечко. Я пока бегал, фармил, нашел. И мне кажется, оно ультраполезным. Надо будет только, правда, проверить, так ли оно работает, как я думаю. У нас даже под него квест есть, если что. Так, дорогуши, давай, забирай. Че так долго? Частично еще готово. Я и здесь повыбривал, кстати, все, что мог. Поэтому мы этими благами тоже будем пользоваться. Короче, у нас есть табула раса местечко. В котором, по идее, я так предполагаю, тут огромная открытая область. У меня есть предчувствие, что мы там можем строить. Потому что нам дали разные его рода рецепты. Вот. Строите лесопилки, чтобы ускорить производство пиломатериала. Вы изучаете и создаете набор строителя. Постройте еще одну лесопилку. То есть, звучит все очень даже неплохо. Звучит прям даже, я бы сказал, хорошо. Поэтому нам надо сбегать сейчас проверить, сможем ли мы там что-то отстроить. Потому что нам лесопилка в любом случае нужна будет. Потому что у нас есть крафты. И апгрейды связаны как раз таки с пиломатериалами. Которые, как показала практика, мы можем получить исключительно методом крафта. То есть, мы не можем их нигде добыть. Не, может там каких-то из этих закрытых ящиков. Из ультрабосса, может, они падают. Но, в целом, в мире мы не сможем их найти. А здесь придется посидеть. Так, давайте возьмем здесь квест. Что он говорит? Изучить и создать набор строителя. Постройте бетонную платформу 3х3. Постройте бетонную лестницу. Портал домой мне за это дадут. Вот это звучит очень хорошо. Вопрос в том, как я это должен сделать. Бетонная платформа, понятно. Ну-ка, сейчас сядем костра. Вот здесь постройка появится. Модернизация чертежей. Давайте глянем. Набор строителя здесь есть. Что это такое? Небольшие конструкции. Это инструмент. Лимит постройок плюс 10. То есть, его можно будет грейдить. Давай. Так, что здесь еще? Эффективность разрушения. Получите все использованные материалы обратно при поломке объекта, который вы построили. Используется набор строителя. Требует мусор. У меня 2900 кусков. Навыносил добра. Понимаю. Так, тут 32 уровень требуется, к сожалению. Мы не дотягиваем. Но, по идее, для базы, которая у нас уже есть, нам должно хватить. Так, инвентарь. Вставляем тебя. И больше ничего не надо, да? Супер. Освобождаем место. Достаем. Рецептурку. Выбираем. Так, у нас есть утилиты. В нашем случае у нас все есть, кстати, на лесопилочку. И нас просили поставить бетонную плиту и лестницу. А нахера можно? Просто для себя интересуюсь. Сейчас сделано. Строительные работы. Бетонную платформу 3х3. И построить лестницу. Но это, видимо, чисто по приколу, да? Ну, давайте. У нас есть зонирование где-то, чтобы мы понимали, докуда мы можем строить. То есть, по сути, откуда хотим и докуда хотим. По сути. Ну, давай начнем тогда отсюда. Нужно больше... А что, надо? 16 камня! Не гони, брат. Пожалуйста. Вот здесь валяется где-то камень. Потому что ну и вон нахер. Тут есть вот эта огромная булыга. Но я уверен, что мы его не добудем. Он требует 90 на разрушение. Может, что-то поменьше. Может, просто камень лежит? Тут куча... Ох, нихера. Может, и лежит, слушайте. Так, этот тоже 90. Камушки есть? Пожалуйста. Да не дерево у меня этого дерева. Жопой жуй. Я дома разбираю. О чем вы вообще думаете? Так, а здесь что? Здесь ягоды. Опять гигантские каменюки. Хотя вот там есть... Сейчас проверим. Вот это. Ты тоже все равно считаешься 80, да? Ясно. Пока у нас не появится какой-то кувалды, мы идем в задницу. Так, здесь что? Лол. Здесь дома есть. Ники разе, добрый день. Умрите, пожалуйста. Рецептик. Неплохо. Неплохо пусть будет. Умри, пожалуйста. Тут ничего нет. А там что? Тут еще каменюки, но это тоже большие каменюки. Бляха, было бы смешно утопить. Тут тоже каменюки, но это тоже большие. То есть нас хотят вынудить собрать 15... Сколько там? 16 было камня. Которые мы собираем из маленьких каменюшечек. Которые мы видели в сносном количестве только в зоне снежного белого. Что как бы не очень. Так, а тут же. Или это переход зональный какой-то? Да, кстати, это дополнительный переход. Правда, нахера он здесь? Не совсем пока понятно. Волчок. Пусть за бачок. Мне нравится, как хорошо они отъезжают после нашего удара и не успевают нас ударить в ответ. Там один мост закрыт, его надо с той стороны открыть, окей. Нам тут прям ивент на ивенте накидываются этими мостами. О, лол. Кританул, что ли? Так, ящик, пожалуйста, дай камень. Ну, помимо досок дал еще и нам немножечко проводочки. Такое. Не за этим я сюда шастал. А этот мост почему-то открывается снаружи. Зачем? Почему? Непонятненько. Так, если мы посмотрим по карте. Ну, кстати, это выглядит как самообман. Отчасти. Вот. У нас единственное место, где мы шастали, выкапывали, и там была куча маленьких камней. А во всех остальных местах в основном здоровые камни. И их проблема в том, что нам мощности еще очень долго не хватит для того, чтобы их уничтожить. Это создает серьезную проблему. Хорошо, а можем ли мы, например, лесопилку поставить просто на землю без фундамент? Вот чисто без выпендрежа. как есть. Чисто как есть. А ну-ка, еще вот эти проверю. К сожалению, тут совсем не то, что ожидать, что-то увидеть. Так, а ты, кстати, разваливаешься? Your home of tomorrow. Конечно, друг мой. Сколько надо? 75, чтобы Белбор снести. Да. Это выглядит как серьезная проблема. Ну, ладно. Давайте попытаемся поставить. Если не получится, то хрен с ним. Придется потом еще бежать и камень добывать. Что тоже херва туча работы. Да, требуется самый обычный камень. 16, мать его, штук. Вы прикидете? Это очень много. Мы не осилим. Причем на станке... О, так лоу, подождите. Ну, бляха, мне за тот квест дадут. Вот в чем дело. Мне за тот квест дадут ТП-шку. ТП-шка чуть-чуть важнее. Ставь сюда. Строительство завершено. Больше у нас пока ничего нет. Категория заблокирована. Короче, да. Я камень еще соберу. То есть у нас на пассиве мне нужно собрать рыбу. Мне нужно собрать как он называется, господи? Камни. И с этим всем приторобаниться уже и сюда и закрыть готовку. И тогда мы уже будем двигаться собственно за следующим топливником. Пока что, ребятки, сделал с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.